Марсианин все-таки получил золотой глобус в номинации лучший мюзикл или комедия, а Мэтт Дэймон получил приз за лучшую мужскую комедийную роль. Очень, очень смешно. И кстати про смешной золотой глобус. Сидел такой Ди Каприо с кем-то болтал, смеялся, когда мимо за наградой шла Леди Гага и задела его руку. И это как бы вообще ничто, но интернет вскипел на тему, что же значит выражение лица Лео в этот момент. Якобы он веселился по поводу ее победы, неадекватно отреагировал на прикосновения исполнительницы и тому подобное. Серьезно? Это лицо человека, которому со стула случайно опрокинули руку, когда он с кем-то смеется. Для меня это выглядит как удивление, как бы. Да и сам он сказал, я просто не знал, кто идет сзади. Кстати, и Лео, и Гага получили по золотому глобусу. Лео за лучшего актера в драматическом фильме Выживший, за роль Кьюгласа. А Стефани как лучшая актриса в мини-сериале или телефильме, а точнее за роль графини в Американской истории ужасов. Привет, меня зовут Елена Рассохина и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий последних дней. И если вы вдруг сами надетесь на что-нибудь интересненькое, смело скидывайте это в соответствующую категорию неновостного котелка. Кстати, следующие три истории я выловила именно из котелка. Спасибо вам, ребят. И они прямиком из Китая. Много там у них интересного случилось за последние дни. Например, в городе Джэньчжоу начали сносить больницу, в которой были пациенты и персонал. Живые спасались бегством, а вот несколько тел в морге завалило строительным мусором. Полиция проводит расследование. Городскую власть обвинили в несоблюдении техники безопасности, а чиновника, отвечавшего за снос здания, уволили. Но у всего этого безобразия якобы есть логичные причины. А именно, по утверждению властей, кабинет компьютерной томографии и морг находились на земле, на которой собирались расширять дорогу. Почему администрация города распорядила землю, на которой уже стоит государственное здание, неизвестно. Но якобы власти уже несколько раз просили больницу самостоятельно снести эти части здания и эвакуировали пациентов. Плохо эвакуировали, значит. Вообще это жутко. Лежишь на такой весь больной в больнице, а ее начинают сносить. Жесть. В Китае вообще не редкость, когда принудительно сносят здание, но подобная халатность вызвала волну возмущения даже у них. Хорошо, что был бульдозер, и люди успели убежать, они взорвали все сразу. Ну а далее трагичная и довольно абсурдная история из города Вэньчжоу. Женщина вечером шла, уткнувшись в телефон, и не заметила, как ее потихоньку относят в сторону канала. Шаг за шагом она оступилась, упала в воду и утонула. Дальнейшее видео может вас расстроить. Гибель этой женщины попала на камеру видеонаблюдения, и все действительно случилось достаточно прозаично. Она не умела плавать, барахталась в воде и захлебнулась. Муж этой дамы не был обеспокоен ее отсутствием, потому что она собиралась ночевать у друзей, и о ее гибели ему сообщили после обнаружения ее обуви в канале. Это достаточно печально и при этом трагически глупо. Это ж надо так залитнуть в телефоне. Берегите себя, смотрите по сторонам, пожалуйста. А напоследок, в китайской провинции Хэнань построили 37-метровую позолоченную статую Мао Цзэдуну, которую оплатили местные бизнесмены. Говорят, чтобы увеличить поток туристов. Но не всем статуя пришлась по нраву. Хэнань была одной из провинций, наиболее сильно пострадавшей от голода в результате политики Мао. Представитель деревни сообщил, что проект не был согласован официально. Чиновники одобрили демонтаж, и статуи убрали всего через пару дней после установки. Как построили, так и разобрали, и сломали. На этом, пожалуй, все. С вами была Елена Рассохина. Подписывайтесь на мои новости, а также на мой второй канал Будум, где я играю с вами в игры, например, в Мафию. Ставьте лайк и не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями. А также не забывайте про всякие Твиттеры, Фейсбуки, Инстаграмы, Гугл Плюсы, Однокласснички, Твич и Вконтакте. И спасибо всем тем, кто поддерживает мой проект. Подробнее об этом можно узнать по первой ссылке в описании поддержи.неновости.ру. И не забывайте читать наш замечательный блог, который мы ведем уже столько месяцев. И подкидывайте в котелок интересные истории. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok